Безопасность в нашем регионе это ключ к успеху и миру или наоборот? Может быть успешные реформы это ключ безопасности? Я думаю мы могли бы сказать, что ключ к успеху Украины это страна с сильными и целостными институтами, с процветающей экономикой, которая дает возможность украинцам иметь ценность и устойчивость, противостоять российской агрессии, внешней агрессии. Так что это не выбор либо-либо. Украине нужна безопасность, Украине нужно процветание, Украине нужны институты, которые обслуживают ее граждан. И США преданный партнер, который стоит на помощи успешной Украине. Соединенные Штаты выделили большой транш для защиты прав человека в нашей стране. И заявление об этом мы вчера читали на сайте. И лично я, я из Донбасса, я понимаю, что значит право для меньшинств и для людей, которые живут в зоне наибольшей нестабильности и кризиса. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом треке из заявления о стратегическом партнерстве Украины, то есть гуманитарном треке? Конечно, США стремятся помочь украинцам, пострадавшим от конфликта. Частью заявления была ежегодная гуманитарная помощь, которую мы оказываем в первую очередь международным организациям, которые работают с украинскими властями и украинскими общинами, пострадавшими от конфликта. Таким образом, это были дополнительные 45 миллионов долларов в этом году. Кроме того, мы также оказали помощь в связи с COVID-19, и мы предоставили Украине целых 2 миллиона 200 тысяч вакцин. А также в общей сложности оказали помощь в связи с COVID в размере 55 миллионов, помимо гуманитарной помощи. Большая часть наших программ в области демократии и управления, а также наших программ экономического роста, сосредоточена на востоке Украины. И это было намеренное решение несколько лет назад, потому что мы хотим укрепить украинские институты, укрепить украинскую экономику и понять, что на востоке Украины есть довольно большие потребности. И это также может относиться к жителям Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта. А что касаемо Крыма? Не только Донбасса, но и Крыма. Верно. Что ж, я считаю, что Крымская платформа была прекрасным событием. 23 августа и украинские власти поставили вопрос Крыма снова в международную дипломатическую повестку дня. Мы уже 7 лет работаем с украинскими властями над решением ключевых проблем и для жителей Крыма. Так что это включает в себя часть нашей помощи в программе. Это также включает нашу политику, которая заключается в санкциях против России и других организаций, активно действующих в оккупированном Крыму. И это также включает в себя помощь украинским гражданам и организациям, которые находятся под давлением из-за российской оккупации. И, как мне кажется, президент Зеленский упомянул в своих комментариях в Белом доме, что украинские власти предоставили нам списки украинских политических заключенных в оккупированном Донецке, оккупированном Луганске и в оккупированном Крыму, а также украинских политзаключенных в российских тюрьмах с просьбой о нашей помощи в поднятии этого вопроса с российскими властями. Также вчера мы слышали о плане трансформации. Что вы знаете об украинском плане трансформации? Что ж, я думаю, что украинский план трансформации – это, конечно, вопрос, который лучше всего задать украинским властям. Я думаю, что в прошлом месяце мы видели большое количество украинских министров, которые приехали сюда, обороны, сельского хозяйства, энергетики и многих других, чтобы обсудить свое видение того, как Украина может развиваться, как более современная экономика и успешная страна. Я думаю, что Соединенные Штаты готовы быть партнерами во многих из этих областей. Если вы посмотрите на наше совместное заявление, там много деталей в сферах безопасности, обороны, космических исследований и развития институтов, которые необходимы Украине для успеха, институтов правосудия, антикоррупционных институтов в экономике и энергетике, противодействия России в превращении энергетики в оружие, зеленой энергии, а также сельского хозяйства и в других областях. Был подписан меморандум о взаимопонимании с Вестингхаус по ядерным технологиям. Между правительственными учреждениями, между США и Украиной, будет много позитивного. Конечно, вопрос может быть больше к украинскому правительству и президенту, но, может быть, вы что-то знаете про план мирного урегулирования, который вы упомянули вчера во время брифинга президента для СМИ? Думаю, вы знаете, украинские чиновники заслуживают похвалы за то, что они отстаивают и защищают свою территориальную целостность и суверенитет. И это тоже очень принципиальная позиция США. Украина оказалась в очень сложном положении, как ее соседи в Молдове, ее партнеры в Грузии, в странах, пострадавших от российской агрессии. Есть механизмы, которые помогут разрешить конфликты. У нас есть Минская трехсторонняя контактная группа по Донбассу. Она нормирует процесс. Другие конфликты имеют другие механизмы. Общий знаменатель – нежелание россиян выполнять взятые на себя обязательства. Обязательства, которые президент Путин дал в Минске в феврале 2015 года. Аналогичные обязательства, которые президент Путин дал президенту Саркози в Грузии в 2008 году. И они аналогичны обещаниям, которые Борис Ельцин дал в отношении Приднестровья еще в 1999 году. Думаю, проблема не в формате. Проблема заключается в готовности России позволить конфликтам оставаться неурегулированными, чтобы они могли попытаться повлиять на судьбу этих стран. И последний вопрос о должности спецпосланника по миру. Может быть, вы что-то можете о нем сказать? Я не жду нового специального посланника из США. Но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. И я думаю, что это часть наших обязательств перед Украиной – противодействовать созданию оружия из Северного потока-2 России и помочь Украине избежать наихудших сценариев. И поэтому мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве оружия.